Привет, 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 Светлана, привет всем. Вопрос такой, здесь как по здоровью, по движению. Я как-то, ну, правда, это уже два месяца назад было, когда мы еще и первый прошел курс. По-русски говоря, зашел в магазин и увидел, там продается велосипед. Потом что-то я подзавис, думаю, начал советоваться, то, может быть, какой-то еще можешь купить и электродвигатель там, ну, имеется в виду велосипед, электрическая тяга, а тут доехать, в принципе, до сады, там, где я нахожусь, там километр-полтора максимум. По-русски говоря, я вспомнил про вас, Светлана, что вот велосипед, и думаю, наверное, этот инструмент как раз очень полезный для здоровья. Может быть, вы всем рекомендуете, что посоветуете? Может, то и другое взять и применять в своей жизни. И велосипед, и электромопед, вот какие-то на коротких дистанциях. Ну, если, наверное, выбирать между мопедом и велосипедом, конечно же, велосипед выигрывает, потому что там вы предлагаете свою физическую активность. Вы можете, когда вы крутите велосипед, когда вы крутите педали на велосипеде, вы же можете не просто их крутить, да, вы же можете входить в такое состояние лёгкого транса, в состояние медитации, если вы будете отслеживать именно, как вы крутите, какой ногой вы начинаете крутить, как вы крутите, как у вас расположены руки на руле, как у вас прогнута спинка, как вы себя ощущаете, какой ветер, какой запах. Если вы полностью войдёте в процесс вот этого катания на велосипеде, то я думаю, что это будет не только как физически вам полезно, но и, наверное, как-то будет вот это вот медитативное состояние будет ещё полезно именно для вашего психического и психологического, психологической разгрузки. А всё, что касаемо мопеда, ну, я не знаю, я просто вижу, что это один из небезопасных видов транспорта и всё. Вы же просто там сидите, заливаете бензин, вы же ничего не делаете, а только ваше внимание на дороге. Поэтому я к мопеду как-то вот, не знаю, не травим. Понятно, благодарю. Я думаю, просто для активности моих действий, чтобы подорваться, думаю, наверное, два инструмента будут нужны. Но сейчас зима уже наступила, поэтому это, скорее всего, к весне. Вот. Благодарю. Благодарю за ответ.